Текущий результат показала в этом финале Сильвия Митева. Но еще есть гимнастки, способные с ней схлестнуться. Собственно, ровно одна. Луконину Митева обыграла, а вот у Алины Максименко, представляющей Украину, есть шанс. Соответственно, продолжение истории турниров Карбе и Сон уже после. У Максименко в квалификации был третий результат. Она уступила Митевой одну десятую. Вот и посмотрим. КОНЕЦ КОНЕЦ Итак, госпожа эксперт, вы видели двух украинских гимнасток. Максименко и Резадинова. Судя по тому, что вы видели, госпожа эксперт, ваша подруга Анна Бессонова, так и может, наконец, позволить себе закончить карьеру, чтобы украинская гимнастика не провалилась? Или этим девушкам еще рано заменять Анну? Да, очень рада заменять. Но заменять никого не нужно, нужно делать свою гимнастику, делать свой почерк. А у Алины такое красивое, доброе лицо, улыбчивое. И она делает такую злую и серьезную музыку с таким добрым лицом. Поэтому хотя бы над этим уже надо задуматься. Потому что когда Анна Бессонова выходила, безумно добрый, хороший человек, но она настолько несла этот обруч, что казалось, ух, какая, вот прям, что сейчас зарежет эту энергетику. А здесь, видите, улыбочка под такую стильную, как бы, достаточно недобрую музыку. В этом уже даже я увидела отличия. Элементы, повороты, вот это все, это гимнастка никогда не сможет трезво оценить. Это всегда судят судьи по каким-то своим критериям. Я увидела, что года через два, если не сломается, возможно, это будет серьезный соперник азербайджанцам.